Раз, два, три. О, да, слышно. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что после обеда. Я как тренинг-менеджер очень люблю группы после обеда. Это мое практически профессиональное. Тема моего выступления — спикер-бюро, как построить систему подготовки спикеров. И я помню, что вчера и сегодня коллеги мои по этой конференции много рассказывали о том, что надо построить IT-сообщество. Мы проводим митапы, мы проводим какие-то мероприятия, мы готовим спикеров, мы находим романа. Вот если я не ошибаюсь, вчера был роман, который всех заряжал и был таким евангелистом, через которого происходит набор новых сотрудников. И сегодня я в своем выступлении расскажу о том, как происходит этот процесс подготовки спикеров и как вырастить или найти в себе в своей компании романа. Вот это такая одна из целей. И основная, ну, первая точка, с которой хочется начать повествование, это точка, когда системы подготовки спикеров нет, а потребность подготовки спикеров уже появилась. И тогда обычно находится какой-то человек-энтузиаст, который либо хочет, либо может, либо его никто не спрашивает, которому говорят, ну вот смотри, у нас есть мероприятие, нам нужен спикер, помоги, пожалуйста, этому человеку подготовиться. И давайте представим, что этот человек, к которому обратились с этой задачей, это вы. Скажите, пожалуйста, насколько реален для вас этот кейс? Можете поднять руку, который вот помогает людям готовиться к выступлению? Прекрасно, да. Значит, для вас это актуальная история. Ну и вот есть спикер, с которым вы будете работать и как-то тянуть его в сторону улучшения того, что называется там выступлением, докладом, на митапе, на конференции и так далее. И от вас, как от человека помогающего, здесь требуются определенные ресурсы для того, чтобы выполнить правильно эту задачу. Ресурсов фактически два. Первый ресурс — это ваша компетенция с точки зрения паблик-спикинга, насколько вы умеете и понимаете, как правильно его подготовить. Вторая компетенция — это вообще общая история про общение с людьми, подачу обратной связи, как сделать так, чтобы он не демотивировался, не обиделся, чтобы ему сказали, что нельзя так стоять, нельзя так махать руками, а надо все делать немножко по-другому. Ну и про компетенцию мы говорить не будем. Я уверен, что здесь все в порядке. Если к вам обратились и вы задачи решаете, то супер. Второй важный ресурс — это время. Вот кто готовил спикеров, тот знает, что тратится времени достаточно много, потому что единица просмотра обычно час, 45 минут плюс обсудить, просмотров надо много, и, соответственно, времени тратится очень-очень много, и все делается всегда в последний момент. Все как мы умеем, все как мы любим. И вы потратили на него время, у вас отличная компетенция, он готов, он выступил, все довольны, вы довольны работой, спикер готов выступать дальше. И получается так, что в следующий раз обращаются тоже к вам. Ну, то есть вы же работу сделали, она получилась хорошей, поэтому получается ситуация, когда вот так. Вы один, а спикеров много, и всем нужно потратить вот это большое количество времени, и время становится ключевым ресурсом, которого реально не хватает. И вот в такой ситуации, когда времени не хватает, а спикеров много, оказался я в июле 2017 года. Меня зовут Эрперт Алексей, я тренинг-менеджер компании Grid Dynamics, и по роду занятий я занимаюсь обучением сотрудников, обучением сотрудников, софт-скилловые тренинги, менеджерские тренинги, какие-то обучающие программы, в том числе программы по паблик-спикингу. И меня стали подключать к подготовке спикеров не как тренера, а как эксперта. Ну то есть сходи на прогон, посмотри, дай свой фидбэк, что будет хорошо, что плохо, на что обратить внимание и так далее. И так я начал заниматься этой активностью. Но с июля 2017 года этой активности в моей работе стало очень-очень много. Почему так произошло? Потому что если посмотреть на количество ивентов и мероприятий, в которых участвовала наша компания и для которых нужно было готовить спикеров, то есть до третьего квартала 2017 года это был где-то один-два спикер в квартал. И это было вполне нормально и хорошо. Дальше что-то активизировалось, и количество спикеров стало резко возрастать. Если в четвертом квартале уже 2017 это 6, то сейчас это цифры 18, 15, вплоть до 19 людей в квартал. Соответственно, мы все это умножаем на количество времени, сколько надо на него потратить, и становится абсолютно ситуация ужаса. Потому что здесь понятно, что старая система подготовки, она не работает. Нужно что-то другое, нужно что-то новое. И если ставить задачу, которую я себе поставил, ну как я, мы себе поставили, то нам нужно в экономических терминах перейти от индивидуального производства в массовое. То есть мы готовили какого-то одного уникального спикера для какого-то конкретного мероприятия. Нам нужно сделать так, чтобы у нас в итоге получился конвейер спикеров, который мы можем масштабировать до любых размеров без потери качества, а лучше еще с ее улучшением, увеличением качества. И вот такая была задача поставлена. И о том, как решалась эта задача, я сегодня и расскажу. У меня будет три такие логические части. Я сперва расскажу о наших первых попытках выстроить этот конвейер. Наверное, нельзя сказать, что мы сразу его построили. Это были такие экономические предпосылки. То есть мы делали предпосылки к массовому производству, к индустриализации. Дальше расскажу, что из этого всего получилось и что из себя и сейчас представляет спикер-бюро в компании Грид Динамикс. И затем немножечко расскажу о тех планах, как мы еще хотим развивать это направление и что еще мы должны сделать в этой области. Начну с первого. На пути к индустриализации. Стало понятно, что сразу эту проблему или эту задачу решить быстро нельзя. Ну, потому что существуют процессы, компания большая, нужно искать людей, а при этом четвертый квартал, он не за горами, и спикеров уже надо было приготовить в определенном количестве. Поэтому мы воспользовались аджайлом, который любят наши разработчики, когда меньше формализма, больше дела. И мы решили, что надо как-то быстро и качественно выполнить задачу подготовки спикеров к четвертому кварталу, ну и параллельно опробовать какие-то механизмы этой подготовки, чтобы немножечко заработать какого-то мяса, что можно было анализировать. Поэтому мы пошли следующим путем. Если смотреть на историю развития человечества, то этот путь абсолютно гармоничный и правильный. Никто никогда от единичного производства к массовому не переходил сразу. Всегда есть какая-то промежуточная стадия. Какая? Между единичным производством товара и массовым производством товара. Ну какие-то, да, серии, серийное производство, да. Поэтому мы тоже так решили, что мы сделаем мелкосерийное производство, а потом, когда оно у нас хорошо пойдет, мы перейдем к нашему конвейеру. И мы стали решать задачу вот этой части. Какие подзадачи сформулировались в процессе реализации? Нам нужно было понять, каким мероприятием мы готовимся. Нам нужно было понять, из чего будет состоять программа обучения этих спикеров, как мы будем их готовить. Нам нужно было найти людей, которые непосредственно будут участвовать. И нам нужно было уже такое техническое задание, составить график, как мы будем их учить, успеваем, не успеваем, чтобы все влезло. Давайте немножечко поподробнее я расскажу об этих задачах. Первое. Определить целевые мероприятия. У нас было пять мероприятий в четвертом квартале, для которых нужен был спикер. Мы выбрали четыре из них, потому что одна из локаций была в Краково, и мы решили, что сразу вот это кросс-культурное взаимодействие для нас будет сложно, тем более этот человек один в локации. И поэтому мы старые приемы подготовки на нем опробовали. Но у нас появилось два митапа, которые проводила наша же компания, и появились две конференции внешние, где мы были участниками, к которым мы должны были подготовить спикера. Если говорить о программе обучения, так как я тренинг-менеджер, у меня есть какие-то наработки, есть какие-то материалы уже готовые, она состояла из трех частей. Первое — это был вебинар, где мы рассказывали о создании эффективных презентаций, какая структура, как правильно ее организовать, с чего она начинается в конце, как это сформулировать и так далее. То есть общий подход к созданию презентаций. Также был тренинг навыки публичных выступлений. Это однодневный тренинг, восьмичасовой. Особенность его была в том, что 75% — это была практическая часть, участники на базе вот этого вебинара, готовили короткую презентацию со темой, частично перекликающейся с той, на которую они пойдут на конференцию. И они выступали и получали индивидуальную обратную связь, что хорошо и над чем стоит поработать немножечко еще с точки зрения именно навыков публичных выступлений. И сделался посттренинг. Он где-то часа на три, когда, зная, какие зоны развития у наших участников, я подготовил им индивидуальные задания, и они пришли на этот, ну, такой воркшоп, где они уже точечно и адресно отработали те вещи, которые у них западают. Соответственно, ну вот такие три итерации, три мероприятия у нас получились. Ну и поиск кандидатов. Мы собрали две группы. Помните, что у нас четыре мероприятия и у нас восемь участников. Так получилось, что у нас сформировалась основная группа в Санкт-Петербурге. Это были четыре участника. Она основная, потому что все люди из этих четырех, они нацелены на каждое из мероприятий. То есть каждый из них пойдет на то мероприятие, которое было выбрано. Два в Питере, две конференции в Саратове. И получилась дополнительная группа. Она получилась в городе Харькове. Это те люди, которые отозвались на призыв компании, кто хочет поучиться паблик-спикингу и как-то применить это в работе. Они не шли на какое-то целевое мероприятие, но нам показалось, что одна группа – это не очень четкая статистика, поэтому будет здорово, если у нас получатся еще люди, которые это пройдут. Плюс мы дальше можем их, цинично скажу, переиспользовать на следующие конференции и на следующие мероприятия. Итог. У нас две группы по четыре человека. У нас три ивента с точки зрения обучения. И у нас четыре целевых мероприятия, для которых мы готовим этих людей. Четвертый пункт – это формирование графика обучения. Здесь картинка та, как мы представляли ее себе, когда презентовали проект. То есть у нас вот июль месяц, июль, август, сентябрь. И какие здесь есть мероприятия. То есть где-то ближе к концу июля мы анонсируем то, что у нас будет такая активность, которая будет называться спикер-школа. Мы даем неделю на сбор групп. Через неделю в пятницу буковка F – это мы сформировали вот эти две группы. Одна в Петербурге, вторая в Харькове. А дальше у нас начинается непосредственная работа с группами. W – это мы проводим вебинар. Дальше все, что желтенькое – это обучающие сессии. Их две. То, что синенькое – это встречи с экспертами. Помимо того, что мы учим ребят, как правильно проводить сессии, мы также организовываем им встречи с экспертами по тому направлению, о котором будет доклад, для того, чтобы они могли обсудить именно контент, именно содержание их доклада. И таких встреч мы запланировали четыре каждые две недели. Дальше наступает отчетный период. Два голубых кружочка. Первый – это dry run прогон, то есть некий финальный прогон. Это вот этот я имею в виду. И второй финальный прогон – это актуально для тех, кто идет на внешнее мероприятие. Мы попросили их сделать сперва внутреннее обучение для сотрудников компании. У нас это называется техтоки. То есть ты уже выходишь с реальным готовым продуктом на реальную аудиторию, но эта реальная аудитория как бы тебе знакома, потому что это коллеги. Немножечко проще. Соответственно, в таком графике человек, идущий на конкретное мероприятие, уже как минимум трижды прогнал и проговорил тот материал, с которым он работает. В общем, нам это показалось достаточно хорошей цифрой, ну какой-то такой минимальной. Что из этого всего получилось? А, ну здесь стоит добавить, обратите, пожалуйста, внимание, это важно с точки зрения организации процесса, что какие-то активности идут каждую неделю. То есть есть только перерыв в две недели между встречами с экспертами, когда работа уже закончена. То есть график работы достаточно плотный. Если учесть, что ребята при этом, их никто с проектов не снимал, они все так же 8 часов в день, а то и больше работают, то у нас были какие-то сомнения, сможет ли человек, понимает ли человек, что он вписывается именно в такую большую работу, и успеем ли мы все сделать. Потому что, как мы знаем, все всегда происходит часто в последний момент. Что получилось из этого? Да. Мы покрыли целевые мероприятия на 75%. На самом деле произошло три мероприятия из четырех. Один человек у нас вышел из проекта по пути, но это произошло из-за проектной необходимости. Он просто сказал, что я не могу столько времени сейчас тратить, и мне нужно погрузиться в работу. Поэтому мы это одно мероприятие перекрыли темой и спикером, который был уже готов до. Но три человека мероприятие закончили. Если посмотреть, это наши афиши. Это был Стас Толповский в Саратове. И мы делали UI-метап. Это Сережа Новиков и Николай Матвиенко. Они его прочитали, и, в общем, здесь все было хорошо и приятно. Второй результат, который мы получили, это возросшее качество докладов. Если мы говорим о внутренних мероприятиях, то у нас есть форма обратной связи, которую мы высылаем участникам, и они заполняют понравилось, не понравилось, хорошо, плохо. И мы посмотрели, что в сравнении с предыдущими метапами качество докладов и отзывы по ним увеличились. Плюс к тому, если мы говорим о внешних мероприятиях, то такой яркий пример – это наш спикер Николай Матвиенко. Он в сентябре первый раз выступал паблик-спика на тренинге по паблик-спикингу, вот тот, который мы проводили. Дальше он участвовал в UI-метапе и с ним выступал. Дальше он прошел как участник, сам подал заявку и прошел отбор на конференцию HolyJS в Москве, а затем… там он вошел в топ-10 лучших докладов конференции, а затем прошел конкурсный отбор на конференцию JSConf Австралия. И вот в марте он был в Мельбурне и там выступал с этим докладом, но уже переведенный на английский язык. Соответственно, он очень хороший, но нам кажется, что часть его успеха, она немножечко и у нас есть. Может, не скромно, но по факту. Дальше. Что получилось? Следующий результат, к которому мы пришли. Мы заметили, что участники хотят продолжать развиваться в зоне паблик-спикинга. Особенно, когда мы видим какие-то success stories, мы видим, что это получается, хочется двигаться дальше, продукт меня радует. Это нагрузка паблик-спикера. Не то, что это для тебя доп-активность, которая в тягость, потому что обычно приходят и говорят, будешь выступать, тебе есть чем. А здесь помогли, рассказали, показали, обучили. Мотивированы. Плюс к тому, как я уже говорил, мы привлекали экспертов для работы с нашими кандидатами, ну, как участниками этой программы. И потом эксперты сами подходили и говорили, слушай, а я тоже хочу выступить. Здорово, вот у меня тоже есть материал для доклада, давай мы его подготовим. И это было для нас неожиданностью, но это было очень приятно. Ну, и еще один эффект, который для нас был полезен, это мы распиарили спикер-бюро, как некий сервис компании, который занимается подготовкой людей к публичным выступлениям. Мы не делали это такой основной целью, она была всегда побочной, но после этой школы и после митапов, которые мы провели, люди приходили к нам и говорили, слушайте, мы знаем, что вы занимаетесь здесь такой активностью, мы готовимся к конференциям, или мы готовимся к какому-то отчету, или мы идем к заказчику, там нужно будет делать презентацию, можете помочь, мне подготовиться. И это было хорошо и полезно для нас. То есть мы уже начали привлекать людей, которым не все равно на паблик-спикер. Мы порадовались этим результатом и стали делать выводы. Ну, потому что одна волна закончена, надо было понимать, что делать дальше. И выводы мы делали следующие. Первый вывод, который был сделан, это то, что работа со спикером только под конкретное мероприятие. Помните, у нас была первая группа, которая была в Санкт-Петербурге, и вторая группа, которая была в Харькове. Вот с группой в Харькове получилась некоторая сложность, потому что, когда человек готовится просто что-нибудь о паблик-спикинге, очень сложно потом выбрать ему тему, с которой он мог бы выступить, или за него ее придумать, или сходить к менеджеру, обсудить, или предложить несколько вариантов. И мы очень долго, даже для отчетного концерта, что ты прошел школу, выступи с чем-нибудь, очень сложно было и очень много времени было потрачено на выбор этой темы. И это казалось не очень, ну, как-то органично. Поэтому мы для себя решили, что мы готовим людей дальше только конкретным мероприятиям. Они могут быть внутренние, они могут быть внешние, они могут быть, ну, наши внутренние тихтоки только для своих, но он всегда конкретный с каким-то конкретным материалом. Тогда это будет полезно. Второй момент, к которому мы пришли, это то, что распределение ответственных за организацию встреч по локациям. Когда есть несколько локаций, есть где-то центр, в котором все происходит, очень сложно было пригласить спикера, снять его на камеру, чтобы камера снимала именно спикера, чтобы посмотреть, снимает ли камера, шарится ли экран, есть ли Wi-Fi. Ну, то есть какие-то такие организационные вещи были очень сложны на расстоянии. Поэтому мы решили, что должен быть какой-то один человек. Это занимает времени полчаса в неделю, но вот мы можем к нему обратиться, и он поможет именно с организацией этих встреч, если они нужны дистанционные. И третий момент, на который стоит обратить внимание, наверное, самый важный, это то, что нам нужна автоматизация. Вот если вернуться к графику, к вот этому, то желтенькое — это активности групповые, синенькое и голубое — это активности индивидуальные. Соответственно, если у нас есть 8 человек, то этих индивидуальных активностей становится очень много. А я один, и спикер-бюро оно одно, и та система, которая была выстроена, не решает главные задачи. Мы не можем ее масштабировать. Да, мы можем сделать больше, но 19 спикеров за квартал мы не можем подготовить такой системой. Поэтому нужна была дальнейшая автоматизация. И эта автоматизация будет следующим направлением, по которому надо очень серьезно работать. Об этой автоматизации сейчас вам и расскажу. Перед тем, как мы сели автоматизировать, сначала надо понять, а что нам нужно автоматизировать. То есть из чего состоит хорошее выступление. И когда мы начали это анализировать, мы пришли к шести составляющим, шести компонентам. Какие это компоненты? Ну, первое — это название. Как будет называться, чтобы это было задорно, весело, интересно, хорошо гуглилось в поисковиках и так далее. Второе — это первое и второе не по важности, это просто набор. Содержание. О чем идет разговор? Ну, то есть насколько технически это полезная тема и насколько для людей она будет актуальной. Структура выступления. Как правильно построено содержание, что говорится в начале, что говорится потом, какие выводы мы делаем и так далее. То есть какая структура. Следующий момент — это security. Здесь про безопасность, про конфиденциальность, о том, что в нашей компании есть разные аккаунты, на разных аккаунтах используются разные технологии, не вся информация открыта, не все, что я хочу, могу добавлять в эту презентацию, и нужно как-то контролировать, какую информацию человек собирается передавать и шарить. Есть моменты, связанные с визуальным. Это шаблон презентации. Нужно, чтобы она была красивой, аккуратной и в рамках корпоративного шаблона. И чтобы та графика, которую использует спикер, схемы, таблицы, какие-то сложные рисунки, какие-то сложные структуры, чтобы они тоже выполнены, во-первых, ну как-то так органично с точки зрения шаблона, и чтобы они действительно визуализировали, а не просто ты видишь каким-то маленьким шрифтом, большую картинку, на ней ничего не понятно, а дальше спикер вокруг нее бегает, машет руками и что-то объясняет. Ну и, конечно, это навыки спикера. То есть насколько вот со всем этим хорошо оформленным материалом спикер может донести до аудитории ту мысль, которую он хотел, насколько он это делает хорошо и качественно. Итого у нас получилось шесть сфер, которые влияют на качество доклада, и дальше мы принялись автоматизировать эти сферы, ну то есть придумывать что-то, что поможет нам их как-то убрать наше участие из подготовки в рамках этой отрасли. И мы стали создавать артефакты. Ну вот слово артефакты, а то какое-то из IT. Мне понравилось. Мы делаем артефакты. И первый артефакт, который мы сделали, это метод организации презентации, V-метод. То есть мы формализировали и написали то, как должна быть построена идеальная презентация с точки зрения нашей компании. Это прям получился документ, прямо с главами и с разделами, где мы можем точно сказать, как она должна быть построена. Это бьет в название, там есть раздел, как правильно формулировать название, и есть раздел, как выстроена структура. Если говорить немножечко о нем, я не могу вам рассказать все про V-метод. V-метод это мы сами придумали. То есть это вот не нагуглить. Я не могу вам рассказать все, но в основе этого V-метода лежит структура от проблемы к решению. То есть что в презентации должна быть некая проблематизация, а затем мы выстраиваем решение для этой проблемы. Вот на прошлом докладе была структура доказывания топ-менеджеру своей идеи. Вот то же самое. То есть мы формулируем боль, проблему, а затем мы формулируем решение. Так у нас получился V-метод. Вторая вещь, которую мы формализировали, это мы сделали форму заявки на то, что человек хочет участвовать в этом мероприятии с вот этой темой. Она включала в себе, конечно, название, она включала в себе описание содержания, о чем будет в данной теме. По этому содержанию мы можем понять, насколько можем мы использовать эту информацию. Но что самое интересное, она включала в себя вот эту же структуру. То есть это не просто как в английском topic abstract на российской конференции какой-то автореферат, о чем это будет. То есть она, насколько те пункты, которые мы объявляем в структуре, в V-методе, что будет в этом пункте, что будет в начале, какой будет вывод, как будет сформулирована проблема, как будет сформулировано решение. То есть по всем этим пунктам мы проходимся в этой заявке. И мы понимаем, соответствует ли она V-методу и соответствует ли она содержанию. Здесь понятно объяснил? Да, спасибо, что киваете. Что дальше? Дальше это шаблон слайдов для выступления. Я думаю, что у многих из вас есть корпоративный шаблон, в котором должны быть оформлены презентации. Мы немножечко его улучшили, и мы подготовили шаблон именно презентации. То есть у нас там была вшита структура презентации V-метода. Какие там должны быть слайды, с чего начинать. Вот о спикере сюда просто вставить фоточку. Вот титульный слайд вот так должен быть выглядеть. И там было много пустых слайдов различных конфигураций. Две колоночки, три колоночки, семь колоночек с фотографией. Плюс были несколько слайдов с корпоративно оформленной графикой. То есть вот так у нас рисуется облачко, вот такого оно цвета, вот так рисую схемку и так далее. Чтобы человек просто открывал этот корпоративный шаблон и максимально добавлял в него информацию. Это для шаблона. Ну и мы сформулировали чек-лист оценки выступления с точки зрения навыков спикера и структуры выступления. Вот здесь немножечко подробнее. Мы знаем, определили для себя, из каких критериев состоит хорошее выступление с точки зрения навыков паблик спикера. То есть у нас есть критерии, которые мы определяем, как он говорит, это про речь. Мы знаем, что он должен делать в поведении, это про то, как он, не знаю, двигается, ходит, машет руками, жестикулирует, говорит понятно и выразительно и так далее. И есть раздел, посвященный структуре выступления. Вы все знаете, что когда мы сформировали эту структуру, она у нас есть на слайдах, но нужно, чтобы мы еще словами помогали аудитории эту структуру понимать. Там есть переходы между слайдами, переходы между темами, промежуточные итоги, вот всяческие такие вещи. И мы, соответственно, их формализировали, и мы можем оценить, делает это спикер или не делает. Правильно он машет руками или неправильно. Выглядит он уверенно или не выглядит он уверенно. Это тоже все формализировалось. Если представить это, то представляете, что такое ассессмент, то есть есть критерии, да, нет, да, нет, и мы походим по этим критериям и оцениваем, соответственно, плюсики, минусики, плюс-минус. И мы разработали части, которые посвящены каждой из этих составляющих. Там есть инструкция, как правильно ее оценить, и варианты оценки. То есть это все у нас тоже есть. Таким образом, эти четыре артефакта перекрывают собой все шесть направлений, по которым мы хотим развивать нашего спикера, чтобы у него получалась хорошая презентация на выходе. Осталось эти направления как-то структуризировать в процесс. В общем, что и было сделано. Процесс получился следующий. У нас есть некое целевое мероприятие, которое мы нашли и выбрали. Дальше мы находим туда спикера. Это вот это он. Дальше он знакомится с V-методом, и мы просим заполнить его заявку согласно этому V-методу. Он ее заполняет. Она уходит на утверждение с точки зрения контента, security, генеральной политики партии, насколько нам нужно именно это рассказывать на этой конференции. Если она проходит утверждение, то он начинает работать над темой. Дальше, когда он доработал над темой, переходит к оформлению презентации. Здесь у него есть шаблон. Он с ним работает, заполняет этот шаблон. Дальше он выходит на dry run, на прогон, где мы оцениваем его с точки зрения нашего чек-листа, даем корректирующую обратную связь, ну либо позитивную, если все хорошо. Говорим, нужен ли еще один прогон. Если не нужен, он идет на выступление. Если нужен, назначаем послезавтра, еще разок в том же составе, двигаемся дальше. И так далее. И вот он у нас выступает. То есть вот процесс хороший, полный, все шаги прошли. Посмотрели мы на этот процесс, и стало понятно, что он в общем решает нашу задачу автоматизации, потому что мы здесь включаемся только на предпоследнем этапе. А, я пропустил вот этот, да, пункт. Это вот то самое внутреннее обучение техтоков. Ну то есть мы от dry run-ились, сказали ок, теперь выступи для своих, теперь выступай на внешнюю аудиторию. Мы включаемся вот здесь только. Вот это все происходит без нас. И это как бы решает нашу задачу, но такое ощущение, что оно оставляет спикера один на один с вот этим процессом. То есть мы ему сказали, участвую в конференции, и забыли о него, просто ждем, когда он нам скажет, я готов к dry run-у. И это как-то не очень вяжется с мотивацией продолжать, потому что всегда находятся какие-то важные рабочие мероприятия, что-то не успел, что-то сложно. И здесь нам на помощь пришла наша система дистанционного обучения. У нас компания, она есть, она называется Grid University или Grid U, и мы решили этот процесс зашить внутри курса Grid U. И что получилось? То, что оранжевое, это про обучение. То есть мы с вами все так же находим человека, мы все так же находим целевое мероприятие, все так же находим человека, который будет на нем выступать. Но перед тем, как он делает заявку, мы ему рассказали, как правильно выбрать тему, какие есть инструменты брейншторминга, чтобы пофантазировать, о чего бы ему хотелось и под каким соусом ту или иную технологию преподнести. Мы его обучили, как правильно выбирать названия и дали примеры хороших названий, средних названий, плохих названий, объяснили, почему это хорошее, а почему это плохое. Мы рассказали ему про V-метод с примерами, со структурами и с хорошими презентациями, построенными по нему. И рассказали, как правильно заполнять эту самую заявку по V-методу. Что туда нужно написать, как это сформулировать, и что его вообще ждет дальше. И только после этого мы просим у него заполнить эту заявку. Это как задание внутри курса. Сделай, пожалуйста, вот это. Дальше она утверждается, дальше он работает над темой, и когда он переходит к оформлению слайдов, мы, во-первых, обучили ему работать с корпоративным шаблоном, а во-вторых, обучили его работать с PowerPoint. Есть какие-то волшебные кнопки в PowerPoint, которые заменяют 4 часа ночного бдения и делания этой презентации. Они есть. Вот я их год назад как себе открыл, стал сразу суперпродуктивным. Это мы все его научили. Дальше он идет оформлять слайды. Помимо шаблона для слайдов для выступления, у нас появился дизайнер. Он есть и там, забыл о нем сказать. Дизайнер — это человек, который наш внутренний, с которым есть договоренность, и он знает, что у него может быть такая задача, когда спикер, чтобы ночи не тратить на вырисовку какого-то очень красивой графики, он может ее просто на бумажке написать, отфоткать и отправить дизайнеру, сказать, вот сделай мне вот это для такой-то презентации. И он это сделает. И это очень позитивно на это реагируют спикеры, потому что они хороши в техническом плане, но они, может быть, не очень креативные, не очень дизайнерские. Поэтому вот такой саппорт для них всегда приятен. Что происходит дальше? Вот два пункта появляются. Это пункт про речь и про выступление. После того, как слайды готовы, надо понять, что будешь говорить. Поэтому мы сначала учим человека, как правильно написать себе речь, и какие есть хорошие примеры речи, какие есть плохие речи, что не стоит говорить, а что стоит говорить. Ну, например, что-нибудь про жарганизмы и что-нибудь про англицизмы и сложные сокращения, которые половина аудитории может понять по одному, а половина по-другому. Или какие-то конгруэнтности, которые там хочется сказать со сцены, но не всегда эта аудитория может понять. Например, такие вещи. А дальше в рамках задания он должен написать речь к своему выступлению. Берем подстрочник, берем слайд и внизу пишем. Добрый день, меня зовут Алексей, я работаю тренинг менеджером и так далее. Для нас это, во-первых, хорошо, что он это прописывает, а во-вторых, для нас это хорошо, что у нас есть не просто слайды. Если вдруг в следующий раз человек не будет готов, не знаю, будет длинительной командировки, а нам бы очень хорошо на это мероприятие эту тему, то у нас есть эта тема, и мы с разрешением человека можем найти другого спикера, и он может подготовиться уже не просто по слайдам, а конкретно по речи, прописанной к этим слайдам. И это сильно упростить процесс. Дальше мы просим его изучить, как правильно проводить презентацию. Мы берем чек-лист, о котором я говорил, и каждый из этих пунктов разбираем, что такое правильная жестикуляция. Спикер умеренно жестикулирует. Что значит умеренно? Как начать умеренно жестикулировать? Вот так это умеренно? Нет. А как правильно? И так далее. И мы разбираем каждый из этих пунктов, а в конце в рамках домашнего задания мы просим его самого себе провести этот селф-ассессмент. Взять, записать себя на видео, посмотреть это видео, проанализировать, подставить себе плюсики, при желании повторить до бесконечности и так далее. В таком случае, когда он приходит на драйран, он уже не просто два раза пообщался с экспертами, а он уже очень много раз проводил эту презентацию, он уже знает вещи, на которые стоит обращать внимание, и с большей вероятностью этот драйран пройдет хорошо, и мы сразу его выпустим как продакшн. Дальше у нас идет внутреннее обучение и дальше, соответственно, выступление. Сразу, не сразу, теперь я вам могу сказать. Ну вот такой получился процесс, такой он задумывается, и я вам сразу скажу, что у меня пока нет людей, которые от начала до конца прошли этот процесс, потому что сейчас этот курс на стадии нового согласования мы выписываем, кто должен ревьюить заявку, какой правильный человек, в какой момент кто должен подключаться и так далее, и так далее. Но все элементы из этого процесса, из этого курса мы уже активно используем. Поэтому, когда мы с вами встретимся, не знаю, через год на следующей конференции, я вам расскажу, как работает это абсолютно автономно. А сейчас, ну вот это такая идея, проходящая сейчас живое тестирование. Если говорить о выводах, которые мы получаем, введя вот это в практику, то есть что у нас получается на выходе? Ну, во-первых, спикер обладает всем необходимым для того, чтобы готовиться к своему выступлению. Не просто мы ему сказали, ты будешь спикером, иди разбирайся, а он знает и он обучен каждому из этапов подготовки. И в этом смысле он, как мне кажется, более мотивирован на то, чтобы это делать, потому что он занимается каждый раз конкретным делом, и его научили как. Второй момент, то, что в рамках курса последовательность четко определена нами. Мы знаем, как правильно, с чего начать и чем продолжить подготовку спикера, поэтому мы диктуем ему эту подготовку. Он просто выполняет задание, тем самым учится и как бы идет к своей цели. А спикер-бюро выступает здесь как, с одной стороны, контролирующая функция, а с другой стороны, как профессорская функция. На каждом курсе есть профессор, человек, к которому всегда можно обратиться, который встретится, поговорит, попишет, даст фидбэк, что-то уточнит и так далее. То есть мы тот человек, к которому всегда можно адресно обратиться, если что. В этом смысле в этой ситуации спикеры чувствуют некоторую заботу и некоторое физическое присутствие людей, которым не все равно, и что мне кажется, способствует их мотивации на достижение цели. Таким образом мы выстраиваем процесс подготовки спикеров. Немножечко скажу о планах на 2018 год. Ну, во-первых, это внедрить это все в жизнь и запустить первооткрывателя, который бы прошел это от начала до конца. Во-вторых, мы бы очень хотели создать базу спикеров, тем и поддерживать мероприятия, в которых мы участвовали, для того, чтобы не просто всегда конкретному мероприятию создавать новое, а чтобы была возможность переиспользования каких-то тем или переиспользования спикеров, которые уже попали к нам в базу, к которым можно обратиться и сказать, что через четыре недели выступление можем как-то модернизировать, есть ли какая-то интересная история. То есть, чтобы это было именно бюро, а не просто разовое обучение конкретному мероприятию. Ну, и важно для нас автоматизировать процедуру поиска спикеров. То есть, мы на схеме видели, что там целевое мероприятие, а дальше откуда-то берется спикер. И вот на данный момент этот спикер берется в каком-то ручном режиме. Кто-то где-то слышал, кто-то где-то знает, вот там толковый, ну там, не знаю, мальчик-девочка, вот там есть что рассказать, он вроде хотел на пиаре и так далее. Хочется, чтобы это как-то автоматизировалось, чтобы можно было выловить человека в тот момент, когда ему действительно есть что сказать. Ну, например, закончился какой-то проект, там есть интересное решение, и вот в этот момент, если на позитиве то, что он закончен поймать инженера и сказать ему расскажи, пожалуйста, чего там было, то он с удовольствием расскажет. Если прийти к нему через три недели, он уже в новом проекте, и там голова пухнет и так далее, то мы его потеряли, ну, на какое-то время. Поэтому вот хочется как-то это автоматизировать, пока нет четкого плана, как это делать, но хочется это сделать, ну, не знаю, через менеджеров, через процедуры, через реквесты с помощью какой-то IT-системы, через шаренье календарей, ивентов, которые мы запланировали уже на 18-й год и так далее, и так далее. Вот здесь опять же через год вам расскажу, что мы придумали, как мы это реализовали. В завершении хочется сказать, что вот таким способом мы готовим спикеров, и нам удается сделать так, что выступление на конференции – это приятное и интересное мероприятие, несмотря на то, что оно тратит большое количество времени для человека на подготовку, и работая в IT-компании, часто слышу, что они интроверты и какие-то странные и специфические, и они ничего не хотят, и все там кикеры и боулинги для них уже не интересны, но то, что я вижу, им всегда интересно тратить свое время. Во-первых, не зря, и второе, получение результата. Вот нигде, мне кажется, как никак в IT, так не развита компетенция обучения и развития. Они понимают, что за обучением это их прям прямая инвестиция в себя, и если их правильно выхватывать и говорить, и обучить как, и сделать так, чтобы у них получилось, то у нас с вами будет много спикеров хороших, разных и довольных. Вот. Вот это примерно то, что я хотел вам сказать, а сейчас у нас есть время на вопросы. Спасибо. Спасибо. Сколько вопросов. Добрый день, Алексей Ли Королева, Mail.ru Group. Спасибо за презентацию, очень интересно. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вы в середине презентации говорили о том, что автоматизировать процесс. Я поняла алгоритм, но используете ли вы какой-то специальный софт, чтобы вот эту базу спикеров контролировать, переходы спикера от одной итерации к другой просматривать и так далее. Есть что-то такое? Да. Ну, у нас есть, там, где мы ведем базу спикеров, это внутреннее вики, там вся эта открытая информация и так далее. И у нас есть внутреннее обучение, система дистанционного обучения, где мы планируем вести людей по этому курсу. То есть это софтина для обучения, да? LMS, Learning Management System. Да. Соответственно, мы видим, какой курс он сейчас прошел, с каким у него тестом сложности и так далее. Мы выступаем как профессоры в этой LMS-системе. Класс, спасибо. А второй вопрос, он скорее даже просьба, если вы придумаете, как не в ручном режиме вылавливать спикеров, чтобы можно было сразу понять, что он может интересного рассказать здесь и сейчас и в принципе мониторить. Пришел новичок, а он уже готовый спикер или он хочет быть спикером, то поделитесь. Давайте будем на связи. Мы сейчас ровно на том же этапе, у нас это боль, у нас 4,5 тысячи человек и мы знаем определенный пулл спикеров и потом вдруг выясняется, что условно в нашем соседнем кабинете сидит человек, который готов выступить на дата фесте, а мы об этом знать не знаем. Поэтому вот это вот просто такая просьба, давайте будем на связи. Давайте будем на связи. Эта задача кажется очень интересной и есть некоторые мысли, как это должно работать. Спасибо. Спасибо огромное. Ксения, Returnal Intelligence, String Manager. Вопрос такой. Сейчас в процессе тестирования вот этой системы появляются ли какие-то проблемы или вот задачи, что видно вот с этим надо поработать? Спасибо. Они все на данный момент какие-то такие непроблемные, но задачные. Ну то есть есть материал, есть некоторое сопротивление относительно того же V-метода. То есть мы говорим, структура должна быть вот такая. Приходит айтишник и говорит, а я был на 17 конференциях, там не так. Или там в вашем шаблоне вот тут написано логотип компании, а всех это ужасно раздражает. И надо очень долго объяснить, почему логотип это важно, как это на видео, и что надо повторять вопросы, потому что есть видео. Ну то есть вот какие-то такие они все рабочие очень вещи. Нельзя сказать, что где-то мы ушли прямо в затык. Мне кажется, что мы, когда запустим, будут некоторые сложности с процедурой утверждения тем. Вот я их прямо прогнозирую, потому что обычно это какие-то конкретные люди. Если у нас много ивентов, и к всем падают эти заявки, их надо прочитать, вдумчиво посмотреть, какой там материал. У этих людей должно быть полномочия сказать ок и так далее. Вот здесь есть некоторая сложность. То есть пока мы это решаем в ручном режиме, пока это не заработало здесь. Но я думаю, что наша LMS-система поможет проходить через какую-то такую автоматизированную штуку. Галочка есть, мы знаем, кто ее поставил. Он, значит, это точно прочитал, проскролил и так далее. Вот я думаю, что ТОК. ТОК, спасибо. Анна Воронина, компания Инна Студия. Алексей, скажите, пожалуйста, как вы работаете с возражениями сотрудников? Потому что, я так понимаю, что все это мероприятие, которое идет подготовкой к мероприятию, но занимает нерабочее время. У людей чаще всего бывают еще другие интересы, там помимо работы, это хобби, личная жизнь, там семья, дети. И часто бывают такие возражения. Я стесняюсь, я не умею публично выступать. Ну вот что делаете в таком случае? Понятно, что вы всему обучите. Да, вот мы не хочешь научим, не можешь заставим. Две истории. Первая про семью и хобби и личное время. Вторая про неумею. Про неумею просто. То есть надо ему показать, как быстро ты этому обучаешься. Вот его надо за уши вытащить на этот тренинг паблик спикинга. Нет проблем объяснить, что это нужно. Если правильно его в нужное время сорганизовать и в нужном формате его организовать, не просто там. Они часто говорят, скиньте мне ссылочку на семинар, я посмотрю. Семинар по паблик спикингу — это не очень продуктивная вещь. Надо вот за уши выйти, встать на сцену, и ты через 30 минут будешь в 40 раз прокачаннее, чем был до этого. И вот когда ты его вытаскиваешь, и он видит видео до, видео после, вот здесь у него уходит проблема, что это невозможно, я стесняюсь, я боюсь. И плюс ты готов всегда ему давать вот эту поддержку и обучать, и быть рядом, и прийти с ним за ручку на конференцию, что никто тебя не бросит. Вот эти все. По поводу личной жизни здесь надо сразу быть честным с самим собой. То есть ты ему приходишь, мы приходили к этой группе и говорили, друзья, это реально работа. То есть собрать материал для конференции — это реально работа. То есть ты на это потратишь ни час, ни два, ни три. И мы с тобой будем это прогонять ни раз, ни два, и ни три. То есть ты сейчас готов, уточнил своего менеджера, готов ли он, что ты там семь с половиной, страшные вещи начну говорить, семь с половиной часов будешь работать, а не восемь. То есть будешь переключать этот контекст. У тебя сейчас на проекте есть эта возможность поучаствовать? И если он говорит, да, ну, осознанно, серьезно, я готов в это вписываться, тогда мы вписываемся. Всегда есть форс-мажоры, всегда он там работает-работает, потом говорит, слушай, я послезавтра еду в Штаты на четыре месяца. Ну вот как бы мобильная компания быстро все, все по аджайлу. Да, ну, у нас есть какой-то этап, мы здесь остановились, двигаемся дальше, говоришь, не забывай, сделай нам из Америки какой-нибудь тихток, материалы доделаем, все будет хорошо. Не знаю, ответил ли. Типа поблизости географически. Леша, привет, спасибо за доклад. Слушай, я не уловила, а сколько обучающих тренингов в год вы проводите? Вот у нас компания один тренинг в год и потом индивидуальная работа со спикером, ну, по запросу. А вот у вас по 19 спикеров, это вы каждый квартал готовите или еще чаще? У нас, наверное, нет строгого расписания. У нас модуль паблик спикинга вшит в менеджерский курс, который проходит достаточно много сотрудников. То есть его проходят и менеджеры, и подающие надежды в менеджеры. Там есть тема паблик спикинг. Полеус, когда мы понимаем, что у нас есть пять человек из локации, которых мы готовим, мы, я туда приезжаю, и мы проводим вот эту сессию. Если он там один человек в локации через три месяца, и так как я один, и у нас не получается, то тогда это все на такой итеративной части. Он присылает видео, мы на него смотрим, он сам оценивает. Ну, то есть тогда это не тренинговый формат. И как раз для этих ситуаций мы хотим разработать курс. Я собрал этот материал, и там очень много, я постарался сделать его максимально, ну, таким, чтобы его можно было потрогать. Ну, там три примера жестикуляции. Там гифка, которая вот так делает, что вот так делайте, а вот так не делайте. Вот что-то такое. Спасибо большое за доклад. На самом деле два вопроса. Первый в дополнение к вопросу с работой с возражениями. Я говорю в конце, что бывает такая ситуация, когда закончился проект, надо вот сейчас сразу цеплять разработчика, потому что он вот сейчас что-то может рассказать. Допустим, ты к нему подходишь и говоришь, пойдем рассказывать, он говорит, нет. Ну, то есть без аргументации просто нет. Ну, я не хочу. А рассказать может только он. Были ли такие кейсы и как вы с ними работаете? Я бы сказал, что у меня не было таких кейсов, потому что… Не то, что если я прихожу, то он говорит да. Нет, не поэтому. Потому что у нас еще не выстроена система, что мы находим его именно в конце проекта. То есть для нас пока это важно целевое мероприятие, и мы ищем варианты. То есть вот у нас есть целевое мероприятие, мы пришли к нему, сказали, он нет. Ну, нет так нет. Вот второй. Ты да? О, да. Интересно, есть что-то? Все, пойдем. То есть пока мы сконцентрированы на закрытии мероприятия. Дальше следующая цель — это вот как раз-таки придумать систему, как правильно его выловить в нужный момент, а потом уже как сделать так, чтобы он сказал да. Спасибо за ответ. И второй вопрос связан с тем, я не совсем поняла по технологии, да, вот по твоей. В какой момент проходит прогон структуры? Потому что зачастую так бывает, что тезисы утвердили, тем утвердили, вот пошел готовить презентацию, а на самом деле надо было структуру-то немножечко посмотреть, потому что там, ну, как бы логика чуть-чуть неправильно пошла. Да, вот здесь это то, как раз, что я подробно не рассказывал, потому что это про V-метод. То есть там в V-методе есть 8 частей, условно. И у этих частей есть некие правила формулировки. То есть как и в каком виде оно должно быть зафиксировано. И когда он составляет заявку, мы видим, как каждая из этих частей, как сформулирована проблема, как сформулировано решение, с какой шутки он начнет выступление. То есть и это там уже прописано в этой заявке, поэтому мы там проревьюили. Конечно, мы не бросаем его до драйрана, до прогона. И, конечно, на стадии работы с презентацией. А сколько это слайдов? А давай этот слайд там заменим. Пока это, ну, все еще в ручном режиме, пока мы с ними встречаемся достаточно часто и спрашиваем там, как дела, есть что. Вот это вот есть что оно у нас пока существует. Как это будет в дистанционном курсе? План такой, что все материалы опять же хранятся в этом и лернинге. То есть он там делает текст, он там делает презентацию, и мы можем ее посмотреть, что с ней происходит, и быстро дать обратную связь. Вот план такой. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Ирина, компания Equation. Алексей, в первую очередь большое спасибо за выступление. Было все очень здорово и полезно. Действительно очень классно. Два вопроса. Первый. Вы проводите обучение только для своих сотрудников или также для сотрудников извне? У меня тут HR-директор. Я не могу ответить на этот вопрос. Хорошо. И тогда второй вопрос. Не, ну, возможно, в вашей компании, то есть вы приглашаете в вашу компанию, например, там, как открытые сессии устраиваете, либо там, ну, что-нибудь такое. Пока нет. Пока нет. У меня было одно выступление, ну, тоже на мероприятие, которое организовывалось в Саратове, оно было посвящено именно каким-то фишкам паблик-спикинга. То есть это было абсолютно на открытую аудиторию. С точки зрения тренингов работаем для своих. И второй вопрос. Говорили, что есть четыре волшебные кнопки в PowerPoint, которые очень хорошо оптимизируют время. Можно поподробнее узнать, что это за четыре кнопки? Одна кнопка абсолютно меня спасла, особенно при работе с корпоративным шаблоном. Это кнопка Reset. Вот если выбрать структуру шаблона, ну, там они разные, там титульный слайд какой-то с двумя окошечками, с тремя. И ты, когда копируешь, сложность у нас есть, что у нас выбран основным инструментом PowerPoint, потому что он очень хорошо конвертится в разные форматы. И он, скорее всего, установлен на разных машинах, поэтому PowerPoint. Но он неудобен с точки зрения совместной работы с документом. Поэтому иногда у нас сложности возникают, что ребята, чтобы показывать экспертам, они делают в Google слайдах, а дальше они это все пересохраняют в PowerPoint. И вот когда в PowerPoint ты выбираешь форму, какой вид должен быть странички, у тебя сохраняются из Google слайдов шрифты, какие-то разметки, абзацы, вот прочая вот эта вся штука. А есть волшебная кнопка Reset. Когда ты выбираешь этот темплейт, нажимаешь кнопку Reset, и он весь текст и все формы, которые есть сейчас на слайде, он приводит к состоянию шаблона. Вот это прям экономит такое количество времени, так как шаблоны обновляются быстрее, чем сутки, там версии. Там все работают же по Agile, поэтому 1.2.7, потом 1.2.8 уже завтра вышла, а тебе послезавтра, а нельзя на ней. Вот этот Reset спасает страшная штука. Я готов показать, ну вот с Mac покажу, это действительно очень круто. PowerPoint, если вы работаете с ним, его надо любить, холить, леять, уважать. Да. Спасибо. Здравствуйте. У меня вопрос. На ваши метапы могут приходить докладчики из других компаний? Да, могут. Мы работаем сейчас по этому направлению. У нас такая практика уже есть на Украине, и мы очень хотим запустить такую практику в Питере. Вот мы к вам собираемся в качестве докладчиков. Прекрасно, заходите. Вы как-то доклады будете проверять? Абсолютно точно, я бы хотел. Будете смотреть презентацию и говорить с человеком, который будет читать? Мне бы этого хотелось, скажем так. Я пока не знаю, как будет выстроен этот процесс, но так как это наш метап, очень хотелось бы посмотреть, как это выглядит. С вами лично связываться надо будет? Можно. Отлично. Спасибо. Можно со мной лично связываться? Можно со мной лично связываться? Да. Я же человек подневольный. У меня вопрос организационный. Сколько у вас человек в этом бюро? И сколько человек писали этот ве-метод? Человек писали ве-метод, наверное, двое. И в спикер-бюро нас трое. Ну, то есть я некий как бы инициатор, идеолог и драйвер. У меня есть менеджер, который, конечно, здесь мне там помогает и обеспечивает. И мы очень плотно работаем с нашей маркетинговой командой, которая, ну, выступает в этом смысле прям заказчиком. Вот мы хотим сделать так, чтобы им было проще пользоваться нами как сервисом, чтобы они зашли в базу данных, посмотрели на спикеров, посмотрели на темы, сказали, вот это хочу. И мы им принесли. И еще вопрос. Как вы подходите к выбору мероприятий, где выступать и с чем? То есть изначально мы хотим, чтобы наша компания выступила на этом мероприятии и откатываемся, с чем выступать, либо наоборот, находите сначала интересную тему, интересного спикера и потом куда-то его впихиваете? У нас есть четкий план на следующий год. Ну, то есть в начале 18-го появился на 18-й. Это маркетинговый план и маркетинговый бюджет. И это список мероприятий, которые мы будем проводить. Там есть конкретные мероприятия внешние и есть список там митап по UI в первом квартале в Петербурге. Или там митап, девопс в Харькове в третьем квартале. И это такой большой список. Соответственно, конкретно мы готовим к митапам, когда мы готовы, у нас есть спикер, в рамках вот этого квартала мы можем немножечко двигать там дату и время. Но формирует список этих мероприятий команда маркетинга. Они закладывают бюджеты и они формируют график. В плане не бюджета, а вот допустим, у вас спикер на HolyJS выступал. То есть мы Grid Dynamics должен выступить на такой-то конференции и вот ищете или нет такой цели. Вот на каких-то популярных, на международных конференциях выступать. Эти цели есть, это отражено в маркетинговом плане. Есть мероприятие, как, наверное, JS Cons Австралия. Это Николай, это была его инициатива. Он сказал, я хочу туда попробовать. У нас нет цели выступать в Австралии, но он прошел отбор, по-моему, там из шести или двенадцать человек. То есть там 24 человека, 12 мальчиков, 12 девочек. Вот его отобрали из 12 мальчиков. И он туда прошел и, соответственно, поехал. Вот. Алексей, большое спасибо. На этом наше время стекло. Большое спасибо аудитории за вопросы. Очень много, очень интересные. Спасибо. 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 Спасибо.